Всем привет! Сегодня для вас будет очень полезный ролик, так как вы узнаете, как очистить от мусорных файлов ваш телефон без всяких программ. Вам не нужно будет скачивать какие-то программы из Play Market, либо из сторонних приложений. Вам понадобится только ваш телефон и просто повторить то, что я буду делать. И не бойтесь, вы не потеряете абсолютно никаких данных. Все ваши фотографии, все ваши текстовые файлы, видеофайлы, аудиофайлы, все они останутся на вашем телефоне не тронуты и все приложения, которые установлены, они тоже будут работать. Я просто вам покажу, как удалить временные файлы, чтобы очистить много места на телефоне, потому что все установленные программы, которые у вас находятся, они создают себе определенные папки, где хранятся и подкачиваются с интернета ненужные данные, которые со временем будут занимать очень много места. Итак, смотрите, нам обязательно нужно на вашем телефоне найти стандартный проводник, либо он может называться диспетчер файлов. Обычно он выглядит, как вот такая желтая папочка, где вы можете зайти, посмотреть вашу память, сколько у вас свободной памяти, сколько оперативной памяти и тому подобное. Такая папка должна находиться абсолютно на любом телефоне, то ли Samsung, Xiaomi, даже iPhone, не важно. Берем ее, открываем и дальше переходим. Вот такая здесь папочка есть дополнительная. И мы попадаем в раздел, где у нас указаны все папки, в том числе и папка Android, где хранятся важные данные. Так вот, мы заходим конкретно в папку Android. И смотрите, в ней находится папка Data. Если у вас даже здесь написано, что здесь ноль объектов, то вы не обращайте внимания, здесь с новыми обновлениями будет показываться именно так, потому что эти папки требуют разрешения доступа. И потому для вас лично показывается, что здесь ноль объектов, но на самом деле в папке Data находятся практически все приложения, которые установлены на вашем телефоне. Мы просто переходим на нее и вот видите то, что я говорил. Пишет, что содержимое этой папки не может быть отображено здесь из-за ограничений Android. Вот потому вы не видите конкретно, что у вас здесь что-то есть. Просто нажимаете показать в файлах. И дальше смотрите. Переходим снова в папку Android. Нажимаем на папку Data. И видите, вроде как нам писалось, что там ничего нету, но на самом деле здесь очень много файлов и папок. И дальше, чтобы мы не искали и не мучили себя, здесь есть поиск. Нажимаете и вводите. Первое это Zamp Nails. Вот так вот называется папка. Смотрите. Точка Zamp Nails. То есть вам просто можно ввести, как я, несколько букв буквально, и вам найдет эту папку. Просто нажимаете, переходите. Вот эта папка, она хранит миниатюры картинок на телефоне, которые вы открывали. То есть, допустим, вы сфотографировали что-то, открыли, посмотрели и создалась точно такая картинка. Только намного меньшего размера и сохранилась в эту папку. Так же само вы открываете какую-то в браузере картинку. И там точно так же это все сохраняется в эти же папки. Со временем их может быть очень много. И они тормозят всю систему и занимают место. Вам просто на всего нужно это все выделить и удалить. Если вы даже полностью удалите папку Subnails, то ничего страшного, она сама себя восстановит и будет дальше сохранять такие файлы. Нажимаем на корзинку, чтобы удалить. Видите, удалено два файла. Касательно, сколько мы сейчас почистили, у каждого будет абсолютно по-разному. Давайте я дальше покажу. Немножко возвращаемся. И здесь набираете слово Trash. Вот, видите, папка Trash. Сейчас я объясню, что это за папка. Это ваша корзина, которая находится на вашем телефоне. То есть, если вы что-то удаляете, то оно вначале попадает в корзину. А потом, только со временем, вы можете это все удалить. Вы тоже можете, в принципе, не полностью набирать. Буквально несколько букв вводите и ищите просто по названию эту папку. И вам просто остается выделить ее вот таким образом. И просто нажать на корзину, чтобы удалить. То есть, системной памятью на телефоне выделяется некоторое место, допустим, 2 гигабайта, 3 гигабайта, в зависимости от модели. И когда наполняются все удаленные файлы, допустим, вы удаляли какие-то фотографии, то они на самом деле сразу не удаляются. Они попадают вот в эту папку. И так же самое, если вы удаляете там музыку, какое-то видео. И вот накапливаются какие-то определенные мегабайты. То есть, допустим, 3 гигабайта накопилось. Все дальше оно не может сохранять в эту папку. И оно удаляет безвозвратно. И у вас постоянно на телефоне очень много занятого места из-за вот этой папки. Просто берете ее, сразу же удаляете. И можете даже не сомневаться. Я уже это чистил уже 300 раз. И у меня телефон работает просто отлично. И при этом память всегда есть. Все, мы удалили вот эту папку и освободили много места. И если вы также встречаете папку Backups, вы ее точно так же можете в поиске набрать. Либо вот, вы видите, я сейчас ее встретил. Здесь могут храниться все ваши обновления. То есть, когда приходит обновление на телефон, вначале оно скачивается на ваш смартфон в папку Backups. И потом вы устанавливаете ее именно с этой папки. Проходит установка. Вам установили все обновления. Но сам скачанный файл, он остается в папке Backups. И так со временем, когда у вас приходит обновление на 200, на 300 мегабайт, на 500. Бывают очень большие обновления системы на 1,5 гига и больше. Они все собираются и здесь хранятся. Вот эту папку тоже можно спокойно удалять и не бояться. Все, нажимаем ОК. И таким образом вы освобождаете еще больше места, чем было. Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки и до новых встреч.